Добрый день! С сегодняшнего дня мы начинаем с вами разбор большой, интересной и сложной темы. Это особенности работы с пациентами, у которых парная ампутация на уровне бедра. А помогать нам будет Володя, пользователь парных протезов на уровне бедра. Одной из наиболее сложных тем в разборе и в работе с такими пациентами является работа с контрактурами. Контрактуры у таких пациентов, как правило, ярко выраженные, сильные, стойкие, формируются очень быстро и работать с ними тяжело. И главная особенность в работе – это необходимость работать с контрактурами поочередно. Что это значит и почему это необходимо делать поочередно? Дело в том, что при отсутствии движения в тазобедренном суставе, его функцию на себя частично берет поясничный отдел позвоночника. Поэтому того движения, которого нет в суставе, возьмет на себя поясница. У пациента совершенно никогда не напрягаются мышцы области тазобедренных суставов, и поэтому формированию контрактур ничто не мешает. Они уводят за собой таз в неправильное положение контрактуры бедер, и именно из-за этого и возникают все трудности, когда начинают работать с контрактурами. Например, мы изобразим контрактуру сгибательную, и если работать одновременно сразу на две культи, то получается следующее. Мы давим на культи, а получается избыточный прогиб в пояснице, а контрактуры удерживают крепко тазобедренные суставы. Именно из-за этого, для того, чтобы убрать эту синергию в поясничном отделе позвоночника, необходимо работать отдельно. Что делается для этого? Для этого необходим валик, который мы подкладываем под одну культю. Любую. Такая же работа будет симметрична и с другой стороны. Для того, чтобы за счет этого положения и опоры культи таз был в правильном положении, а поясница находилась близко к полу. А после этого, уже на вторую культи, с которой мы будем работать с контрактурой, мы кладем груз, который как раз и будет растягивать переднюю группу мышц, которая и привела к формированию контрактуры. Только таким образом возможно избежать избыточного прогиба в пояснице и участия поясничного отдела позвоночника в этом движении. То есть, на самом деле, полностью его исключить и работать именно с контрактурой, чтобы это движение не перешло вверх.